Третий год подряд Латвия остается вне финала Евровидения. Для группы «Карусель», которая представляла нашу страну, песенный конкурс подошел к концу. Однако музыканты довольны своим выступлением и благодарны жителям Латвии, которые отправили музыкантов на Евровидение. Из Тель-Авива репортаж Анастасии Дьяконовой. Первые минуты после объявления результатов второго полуфинала Евровидения. Радости, смех с одной стороны, грустные лица и слезы с другой. Латвийская группа «Карусель» не сразу возвращается из зала. Им нужно время, чтобы справиться с эмоциями. Ощущения разные, потому что это конкурс, и ты все-таки надеешься на лучший результат. Но с другой стороны, ты знаешь, что сделал все от чистого сердца. И поэтому я счастлива и довольна нашим выступлением. Несмотря на то, что группе не удалось пройти в финал песенного конкурса, музыканты довольны своим выступлением. Мы нашли так много друзей, так много людей, которые слушают нашу музыку и пишут приятные вещи. Так что миссия выполнена. Быть на сцене перед такой большой аудиторией, как у телевизоров, так и на концерте – это уже большой опыт. Это от главного продюсера. Извините, что перебил. Сабина, продолжай. Незадолго до этого интервью к артистам, для которых конкурс завершен, приходят продюсеры «Еверовидения» с цветами. Я хотел сказать вам большое спасибо. Все было очень хорошо, а вы безупречны, с такой страстью к музыке. Продюсеры конкурса сказали, что Сабина сделала все идеально, каждый раз. И им было приятно с нами работать. Но это конкурс. И я всегда при таком исходе говорю музыкантам, если бы вам еще в феврале, когда проходит конкурс Супернова, сказали бы, вы не пройдете в финал, вы бы не поехали. Это приключение, опыт участия. Это стоит того. Латвийская делегация возвращается на родину только в воскресенье, поэтому у музыкантов группы «Карусель» есть возможность немного отдохнуть и насладиться хорошей теплой погодой здесь, в Тель-Авиве. Ну а мы уже завтра смотрим финал песенного конкурса «Евровидение», который стартует в 10 часов вечера. Его по традиции показывает первый канал латвийского телевидения. Латвия не участвует, но голосовать все мы можем. И завтра специально, чтобы огласить результаты конкурса и сказать знаменитую фразу «12 points go to», приедет певица Лаура Ризотто, участница прошлого конкурса «Евровидение» от Латвии.